Вот он у нас газ пошел, да? Теперь мы вставляем эту заглушку и открываем кран. Как видите, эффекта ноль. А теперь кто у нас самый смелый, попробует его выдернуться отсюда. Первый рвется в бой, хоть с газом никогда и не работал. Руслан Кириллов вместе с коллегами по цеху учатся устанавливать газобаллонное оборудование на транспорт. Процесс занял три дня вместо трех часов. Руслан считает, главное знать нюансы, а дальше дело за практикой. Переоборудовать автомобиль с бензина на газ не очень сложно. Сложно настроить это все оборудование так, чтобы в момент переключения с бензина на газ он переходил плавный переход, никаких не было сбоев и четко все работало. За два года установке ГБО обучились 50 сотрудников компании. В этом году курс прошли 27 человек из Миринского и Ленского автотранспортных предприятий, ПТВС и Айхальского ГОКа. Они займутся обслуживанием и диагностикой газового оборудования на корпоративном транспорте. Сегодня, например, только в МТП более 60% техники работает на газе. Газобаллонным оборудованием оборудованы автомобили разного типа. Это как легковые, далее идут у нас микроавтобусы, автобусы, спецтехника, это самосвальная техника, КАМАЗы. Далее у нас автогидроподъемники есть, автокраны есть, сидельные тягачи, которые заняты на междугородних перевозках. В данный момент у нас их получается в АДТ 26 единиц. Ленские специалисты применят полученные навыки после открытия цеха газобаллонного оборудования в ЛТП. Планируют переоборудовать не только транспорт «Алмаз-Дуртранса», но и частный. Это планы 2023 года. А пока специалисты ждут открытия газовой заправки в Ленске. Юлия Сундукова, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край».